Добрый день, дорогие друзья, коллеги! У нас сегодня проходит очень важное мероприятие, конференция, посвященная актуальным проблемам истории, международных отношений. И вот в рамках этой конференции к нам в гости приехали выдающиеся специалисты в области изучения США, Канады, истории, политики, экономики этих государств. Я позволю представить себе это Гарбузов Валерий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор Института США и Канады, Российской Академии Наук. Это Супян Виктор Борисович, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института США и Канады, Российской Академии Наук. Это Кузьмина Татьяна Руслановна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник и руководитель Центра развития и инноваций Института США и Канады, Российской Академии Наук. И одновременно президент Российского общественного изучения Канады. Коллеги, сегодня была конференция, и на этой конференции обсуждалось состояние дел в российско-американских отношениях, российско-канадских отношениях. И, к сожалению, выводы, которые были сделаны докладчиками, они, конечно, заставляют печалиться, беспокоиться о судьбах мира, о судьбах России. И вот с этой целью мы бы хотели сейчас поговорить с нашими уважаемыми специалистами, экспертами по вопросу о том, как же все-таки предстоит нам решать вот эти проблемы, которые назрели в отношениях между нашими странами, какие пути выхода есть. Ну и самое главное, наверное, вспомнить определенный исторический опыт, который имели наши страны совсем недавно, в 20 веке. И, может быть, какую-то часть из этого опыта учесть и применить к современному состоянию дел, так сказать, и этот опыт может оказаться полезным. Я позволю себе начать. И вот первый блок наших вопросов будет посвящен проблемам Второй мировой войны и роли основных участников во Второй мировой войне. Ну, в данном случае речь, конечно, идет о нашем государстве СССР. Это США, это Канада. Вот я попрошу наших уважаемых коллег высказаться по ряду вопросов. Может быть, действительно, выводы, которые мы сейчас получим по этим вопросам, могут составить очень нужные выводы. И вот первый вопрос у меня к Валерию Николаевичу. Известно, что в период Второй мировой войны два государства, США и Советский Союз, достигли фактически наивысшей точки сближения, которая, наверное, когда-то была в истории. Может быть, можно из более глубокой истории вспомнить еще какие-то примеры, но все-таки вот самым ярким, наверное, будет этот этап Второй мировой войны. И вот я бы очень просил, Валерий Николаевич, поделиться своими взглядами по поводу военно-политического сотрудничества США и СССР в годы Второй мировой войны. И вот рассказать нам о том, все-таки, как стало возможным такое сближение и что оно дало международному сообществу. Ну, дело в том, что вы знаете, что Вторая мировая война закончилась победой стран антигитлеровской коалиции. И основу антигитлеровской коалиции составляла так называемая «большая тройка» – СССР, США и Великобритания. Конечно, сотрудничество Советского Союза, и в данном случае мы говорим о Соединенных Штатах Америки и Соединенных Штатов, это, наверное, наивысший период развития двухсторонних отношений в 20 веке между двумя нашими государствами. Это тот период, когда мы были союзниками. Больше в 20 веке и в 21 веке мы не найдем такого периода, когда можно было бы сказать, да, СССР, Россия и США – это союзники. К сожалению, вот реальность такова. Мы были союзниками в тот самый сложный период истории, когда оба государства столкнулись со смертельной опасностью. С врагом, которого нужно было победить. Поэтому мы оказались вместе. Поэтому Советский Союз и Соединенные Штаты Америки координировали свои действия. Поэтому Соединенные Штаты Америки помогали Советскому Союзу. Поэтому мы вели переговоры о скорейшем открытии Второго фронта. И в итоге он был открыт в 1944 году. Это действительно очень интересная и очень поучительная страница истории. Но как только цель была достигнута, как только нацизм был побежден, то союзничество закончилось очень быстро. И многие историки, изучая вот эти проблемы, они приходят к выводу, что очевидно, так, наверное, и должно было случиться. Потому что у Соединенных Штатов Америки и у Советского Союза после Второй мировой войны появились такие мощные геополитические интересы, которых не было прежде. Стремление вести за собой часть стран земного шара. Как со стороны США это присутствовало. И это присутствовало и со стороны, это стремление присутствовало и со стороны Советского Союза. Потому что советское руководство понимало, что снова оказываться в ситуации осажденной крепости невозможно. Что нужно создавать систему своих союзников. И Советский Союз стал это делать. Таким образом, две страны, два государства столкнулись в стремлении увеличить сферу своего геополитического влияния. И это их привело в конечном итоге к конфронтации. И это их привело в конечном итоге к формированию нового такого миропорядка, который стал называться холодной войной. Биполярная конфронтация, основанная на идеологической основе, которая, как известно, длилась десятилетия. И, в общем, практически вся вторая половина XX века проходила под знаменем этой конфронтации. Мир так был организован, что было два полюса, и у этих полюсов были союзники, были институты конфронтации. НАТО, Варшавский договор. Да, и экономика тоже была включена вот в эту конфронтацию, потому что были и экономические интеграционные объединения. Но они основывались тоже на политическом размежевании. Совет экономической взаимопомощи, общий рынок. Так что логика развития истории после Второй мировой войны, она шла вот по этому пути. Но особенность конфронтации того времени состояла в том, что она была регулируема, она координировалась, потому что между двумя сторонами был налажен механизм диалога, сотрудничества. Мы не были союзниками в годы Холодной войны. Наоборот, мы были противниками, но тем не менее были такими противниками, которые разговаривали друг с другом и могли договариваться. Это было не сразу, но с течением Холодной войны это все-таки было достигнуто. Сегодня этого, к сожалению, нет. Так что, возвращаясь вот к вопросу о Второй мировой войне, конечно, это очень хороший пример того, что, вообще-то говоря, ну можно налаживать диалог, можно. Но когда ученые анализируют историю российско-американских, советско-американских взаимоотношений, то приходят к выводу о том, что все-таки мы такие две страны, что союзничество между нами возможно было во всяком случае. Только в случае, когда двум странам угрожает смертельная опасность, а при решении этой задачи союзничество уходит куда-то в прошлое. Вот не удается почему-то или не удалось во всяком случае двум странам продолжить этот период кооперации, взаимодействия после Второй мировой войны. Так что, многие сейчас с осторожностью говорят, можно ли повторить такой пример союзничества. Я думаю, что нельзя. Может быть, когда-то что-то изменится, и действительно отношения с двух стран будут такими, что, так сказать, они будут строиться принципиально на другой основе. Но сегодня этого нет. Сегодня этого нет. Поэтому сотрудничество в годы Второй мировой войны мы действительно вспоминаем как единственный, к сожалению, короткий период союзничества, который все-таки привел к результату. Гитлер был разбит, и Германия была повержена. Большое спасибо, Валерий Николаевич, за ваш ответ. Я позволю себе продолжить тему, связанную со Второй мировой войной. И вот Виктору Борисовичу у меня вопрос адресованный. Вот известно, что, собственно говоря, деятельность наших западных союзников Второй мировой войны, она была в основном связана, скажем так, с технической, экономической помощью. Были, конечно, действия на Западном фронте, мы их знаем и ценим, в истории это все указано. Но все-таки для Советского Союза, именно для помощи для Советского Союза, состояла, в первую очередь, техническая, экономическая помощь. Вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, во Второй мировой войне, какую роль играл американский ленд-лиз, и можно ли сказать, что американская экономическая, техническая поддержка внесла свою подавляющую, существенную лепту в победы над фашизмом? Спасибо. Думаю, что да. Думаю, что мы можем сказать, что помощь западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, а также Великобритании, оказала существенную, сыграла существенную роль в обеспечении нашей армии в годы Второй мировой войны. Вопрос в какой степени? Здесь, когда речь идет об оценке вклада отдельных стран в победу над нацизмом, конечно, мы слышим разные цифры, разные взгляды высказываются. Если послушать некоторых историков, аналитиков на Западе, то чуть ли не Соединенные Штаты и Великобритания, собственно, внесли решающий вклад в победу над фашистской Германией. Конечно, это не так. Что касается технической помощи, то да, она имела место, и она была весьма многогранной. Это была и помощь продовольствием, причем весьма и весьма в больших объемах. Это была помощь топливом тоже, значит, оценки здесь весьма такие заметные. Но по отдельным видам вооружений, о чем чаще всего говорят, эта помощь разнилась. Ну вот, скажем, те оценки, которые наиболее аккуратные, на мой взгляд, сделанные российскими учеными сравнительно недавно, говорят о том, что доля американских и британских поставленных нам самолетов в общем парке авиационном, участвовавшим во Второй мировой войне, с нашей стороны, составляла примерно 12-14%. То есть 12-14% всех самолетов, которые наша страна использовала в боевых действиях, составляла вот такую величину. Примерно такую же величину составляла и доля танков. Порядка 14%. По другим техническим компонентам она была больше. Вот, например, очень заметной была помощь по поставкам грузовиков. Это вот те самые знаменитые студебекеры, которые сильно тогда отличались от грузовиков, которые производила наша автомобильная промышленность. 40% всех автомобилей, которые использовала Красная, а затем Советская армия во время войны, это были американские грузовики. Конечно, это заметная величина, заметная цифра. Но, говоря об этом, в то же время следует четко представлять себе, что наша промышленность, став на мобилизационные рельсы, действительно проявила самые лучшие черты того, что она могла сделать в годы противостояния противнику. Она была переведена практически в очень сжатые сроки с европейской части страны на Урал. Кстати, и в Казань часть предприятий была переведена. И достаточно быстро эти предприятия возобновили производство. И фактически была создана новая индустриальная база на востоке страны. О чем это говорит? О том, что, да, безусловно, рыночная экономика, очевидно, для всех сейчас экономика более эффективная, чем экономика командная, экономика такая директивная, плановая. Но в период войн, в период таких каких-то особых ситуаций, возможности мобилизационной командной экономики выше, чем экономики рыночной. Другое дело, что долго в таком мобилизационном режиме экономика жить не может. Это как бы ненормально. Это на грани, так сказать, возможностей человеческих. Но, тем не менее, в годы войны наша экономика действительно произвела огромное количество и военной техники, и вооружений, и снарядов, и так далее. И, конечно, наш вклад в техническое обеспечение войны был самым заметным. — Большое спасибо. Ну, Виктор Борисович нам рассказал о действительно состоянии дел в экономике. Мы уже теперь знаем политическую составляющую, экономическую составляющую. Но вот, к сожалению, у нас есть тема, которая достаточно малоизвестна во Второй мировой войне. Это роль Канады, какой вклад она внесла. И вот я попрошу Татьяну Руслану поделиться своими взглядами на роли места Канады во Второй мировой войне, так сказать, чтобы понять эту проблему. Если бы была возможность привести опрос и уточнить, что аудитория может сказать о Канаде или о ее историческом пути, мы бы выявили, и это верно для любой аудитории российской сегодня. Мы не так много знаем об этой стране. Прежде всего, будучи близким соседом США, Канада не живет по правилу мыши рядом со слоном. Но, тем не менее, находясь в одном лагере с союзниками, эта страна приняла свое посильное участие в операциях во Второй мировой войне. Она была нашим союзником. Конечно, мощности военные, человеческие, экономические Канады на тот период не позволяют считать ее участие в какой-либо мере решающим. Потому что между Первой и Второй мировыми войнами канадская армия и политика правительства Канады подвергалась критике за то, что не уделялось значительное внимания построению канадской армии, ее обмундированию, оборудованию. И количественно она равнялась 56 тысячам человек. Тем не менее, в операциях Второй мировой войны приняло участие беспрецедентно большое для этой страны количество канадцев. Это, по многим оценкам, более миллиона человек. Канадцы небольшими подразделениями в составе союзнических войск принимали участие почти во всех операциях. Я лично занималась программами для канадских ветеранов Второй мировой войны, а именно теми, людьми, которые принимали участие в морских конвоях, которые шли из Великобритании через Северное море, в Порт-Мурманско, Архангельско. Эти ветераны помнят свое участие очень живо и очень хорошо относятся к России. Вот так можно было бы кратко охарактеризовать роль Канады в событиях Второй мировой войны. Мы были союзниками, и участники этих событий с канадской стороны помнят это. Но, тем не менее, нельзя, может быть, говорить о значительном участии этой страны. Но они были нашими союзниками. Большое спасибо, Татьяна Руслановна. Пожалуйста, Николаевич. Вы знаете, в чем дело. Союзничество, оно выражалось не только в материальной помощи и поддержке. Оно выражалось в том, что постоянно велись переговоры. Сталин постоянно переписывался с руководителями Соединенных Штатов Америки и с Англией. Велась переписка. До открытия Второго фронта велась переписка по поводу открытия Второго фронта. А потом, когда было понятно, что война заканчивается, стали вестись переговоры и созываться конференции по вопросу о послевоенном устройстве мира. Потому что ведь послевоенный мир, он создан благодаря усилиям победителей и Соединенных Штатов Америки в том числе, организации объединенных наций. Ее создание невозможно представить без вклада президента Рузвельта. Понимаете? И эта организация до сих пор существует. Там ее критикуют. Но, тем не менее, все-таки она существует уже долгие-долгие десятилетия. Что касается колоний и доминионов Англии, вот как Канада, так они поднялись вместе с Англией на войну. Они участвовали в этой войне. И что-то производилось в Канаде, обмундирование или грузовики. И что-то производилось в других местах. Так что, вы знаете, не случайно эта война называется мировой. Потому что практически все главные страны мира с колониями, они были вовлечены в эту войну. Большое спасибо, Илья Николаевич. Ну, вот, коллеги, мы с вами проследили исторический ракурс, увидели, что действительно в годы Второй мировой войны три государства, они действительно разбили общего врага, добились ощутимейшего прорыва системы международных отношений. Но вот, к сожалению, затем последовал период, который мы называем холодной войной, биполярным противостоянием. Вот, может быть, не уходя в детали, поскольку у нас очень небольшой лимит времени, хотелось бы поговорить о современном состоянии, может быть, каждый коллега бы высказался на тему холодной войны и вот кратко бы охарактеризовал все-таки, в чем же фундаментальное противостояние, почему все-таки оно возникло. Будьте добры, каждый. Может быть, с Валерия Николаевичем тоже начнем и дальше продолжим. Я, в общем-то, уже сказал на эту тему, да, почему началась холодная война. Понимаете, почему так получилось, что те договоренности, которые брали на себя страны, ну, в Ялте сначала, потом в Потсдаме, почему эти договоренности выполнялись очень короткое время, почему они разрушились, почему обе стороны стали обвинять друг друга в невыполнении каких-то договоренностей. Дело в том, что многие считают, что ялтинско-потсдамская система, она уже провоцировала мир к разделу. Многие историки считают, что уже в Ялте союзники сделали все таким образом, что было понятно, что будет формироваться биполярный мир. Потому что были достигнуты договоренности о разделе сфер влияния, о разделе Германии. И трудно было представить, что этот раздел Германии на четыре зоны оккупации выльется потом в создание целостной Германии. Потому что слишком разные представления были у Сталина и у наших союзников о будущем страны. Это один момент. Второй момент, мне кажется, ключевой состоял в том, что, конечно, советское руководство видело мир по-своему. И он не совпадал с американским или английским видением мира. Он был другим. Поэтому те страны, которые освобождались Красной Армией, а это страны Восточной Европы, а это, кстати говоря, страны бывшие союзники нацистской Германии. Там стояли войска Красной Армии, Советской Армии. И там стали создаваться политические режимы, очень похожие на Советские. Там стала создаваться экономика, очень похожая на ту, которая была в Советском Союзе. И это закрепилось. И с учетом того, что там стояли войска Советской Армии, посылались туда советские специалисты, советские советники. Эта территория, она, ну, как бы тяготела больше, понятное дело, к Советскому Союзу. То есть считалось, что таким образом Советский Союз создаст себе верных союзников. А то, что это надо было делать, это было ясно, потому что второй раз оказаться один на один с какой-нибудь серьезной международной неприятностью, конечно, Сталину не хотелось. Потому что в конце концов в 1939-1940 годах внешняя политика России и Советского Союза оказалась в тупике. Потому что мы бросались то заключать соглашение с Англией и Францией, а они тянули и вели такую игру, ничего не обещая, то вести какие-то и устанавливать какие-то контакты с Гитлером, что и пришлось сделать в итоге. С тем, чтобы каким-то образом себя обезопасить от войны. Этого в итоге не удалось сделать, но это была вынужденная политика. Поэтому, помня о тех уроках, конечно, советское послевоенное руководство, оно стало создавать ну, сферу своего влияния. Сферу своего влияния сначала в странах Восточной Европы, а потом с распадом колониальной системы в странах так называемого Третьего мира. И создала. И создала сферу своего влияния. Аналогичным образом поступали Соединенные Штаты Америки. У них была система своих союзников в Западной Европе, но и в странах Третьего мира. Политика США и СССР во многом была зеркальным отражением друг друга. Поэтому эти страны и называют супердержавами, поэтому эти страны и называют двумя полюсами притяжения в годы Холодной войны. Про другие страны мы так не говорим, потому что другие страны такую политику не проводили. А такую глобальную политику проводили только две вот эти страны. Поэтому неизбежно и сформировался биполярный мир. Поэтому между этими полюсами установилась атмосфера конфронтации. Да, такая система была в итоге таким как бы организатором мирового порядка. Потому что сегодня, видите, мировой порядок, он в определенном хаосе. Такая система в итоге сформировала какую-то организаторскую или организующий стержень какой-то, был создан, или два стержня. Но, конечно, она не была гармоничной, она не была идеальной. Многие сейчас спорят, а что все-таки лучше? Биполярный мир или хаотичный мир? Биполярный мир или однополярный мир? Это сложно вообще сказать. Но то, что система международных отношений никогда не была в гармонии, я не пессимист, но все-таки надо реально смотреть. Я думаю, никогда и не будет в гармонии. И ею очень сложно управлять. Даже международным организациям сложно управлять. Потому что каждый сегмент этой международной системы проявляет какую-то внешнеполитическую активность. Чем активнее эти сегменты, а это не только государство, это, видите, террористические группы сегодня, чем активнее эти сегменты, тем хаотичнее мир. Большое спасибо, Виктор Борисович. Может быть, экономическую нам аспект чуть-чуть дадите? Чтобы предельно упростить, чем же отличается холодная война прежняя от нынешней, мне кажется, что главное, что было в основе холодной войны послевоенной, до развала Советского Союза, было идеологическое противостояние. И все твердо знали, что мы разные, мы идем по социалистическому пути. Многие люди верили в этот путь, это путь развития без эксплуатации, как считали многие, и он противостоит капитализму. Вот это лежало в основе. Идеологическая конфронтация порождала все остальное, и военную, и экономическую, и так далее. Второй момент, на котором уже Валерий Николаевич сказал, действительно мы были экономическими сверхдержавами. Именно Соединенные Штаты и Советский Союз были самыми мощными экономическими странами мира. Что мы имеем сейчас? Сейчас нет разницы в идеологиях. Мы перешли к рынку, и наша экономика, пусть она экономически рыночная, еще не вполне зрелая и развитая, но она такая же рыночная экономика, как американская. У нас нет такой доминирующей государственной собственности, какая была в Советском Союзе. Поэтому здесь различий нет. Поэтому нынешняя конфронтация лежит в плоскости уже другой, геополитической. Геополитическая. Есть геополитические интересы наши, есть американские, они часто различны. Это один аспект, о котором надо не забывать. И, видимо, вот эти различия, различия в интересах будут иметь место и дальше. Что касается экономики, то опять-таки не следует забывать, что воловой внутренний продукт США это примерно 20 триллионов долларов. Воловой внутренний продукт Российской Федерации это полтора триллиона долларов. То есть экономически мы, строго говоря, не являемся таким соперником Соединенным Штатам, каким был Советский Союз. Но в чем мы, безусловно, соперник серьезный? Это в военной области. И американцы это понимают. И особенно на фоне того, что наша армия в последние годы очень значительно укрепила свои позиции, мы демонстрируем действительно серьезные достижения в военной технике, успешно продаем военную технику. Это тоже сфера для конфронтации уже в экономической сфере, в борьбе за рынки. Соединенные Штаты очень недовольны тем, что мы продаем наше оружие во многие развивающиеся страны и пытаются вытавить нас с этих рынков. Поэтому нынешняя конфронтация, нынешняя холодная война, она такая многогранна, я бы сказал, но в ней нет той базовой основы, которая была в прежней холодной войне, идеологической. Большое спасибо, Виктор Борисович. Татьяна Руслановна, может быть, тоже поделитесь своими взглядами. Вот хотелось бы тоже канадский аспект услышать в этом, так сказать, период холодной войны. Официальные истории взаимоотношения между Россией и Канадой не столь длительные, как в США или большинство стран Ирока. Надо сказать, что Канада признала... Пожалуйста, микрофон. ...признала Российскую Федерацию в 1924 году. В начале Второй мировой войны мы обменялись дип-представительствами в 1942 году, и в 1944 году были открыты посольства. Но первый полновесный договор о дипломатических отношениях между нашими странами был подписан, представьте, только в 1991 году. И это ознаменовало самый продуктивный период сотрудничества между нашими странами. Если классический период холодной войны между Россией и Канадой характеризовался относительно небольшим количеством торговых, политических и культурных контактов, то отношение населения Советского Союза Канады по опросам было в тот период весьма позитивным. Кроме того, со стороны канадцев существовал большой интерес к Советскому Союзу, что продемонстрировало внимание к знаменитой, легендарной серии хоккейных матчей 1972 года между канадскими профессионалами и командой Советского Союза, которая по статусу считалась любительской. Мы не входили в эту лигу профессиональных хоккейных игроков. Об этом написано множество книг. Знаменитый канадский хоккеист Кен Драйден написал самую хорошую книгу, переведенную на русский язык, об этой встрече. И с тех пор каждый раз дипломатические представители неизменно говорят, вот такое у нас было сотрудничество, так было интересно. С 1991 года по 2008 год это был второй период, период расцвета дипломатических и межгосударственных отношений с Канадой. Именно тогда были подписаны все декларации и меморандумы, в которых стояли такие слова «Россия и Канада будут иметь отношения как дружественные страны». На 2005 год в России функционировало 600 канадских предприятий. На сегодняшний день это можно сосчитать буквально по пальцам. И поворот начался еще значительно задолго до 2014 года. Это началось еще при правительстве Харпера, продолжилось в нынешних условиях, корни уходят в давние времена. Еще во времена Первой мировой войны, когда формировался национальный состав канадской мозаики. И с ростом глобализации рост диаспор народов различных, представляющих различные страны в Канаде, рост их политического влияния оказывает воздействие на отношения между Россией и Канадой сегодня. Сегодня они как никогда плохи, скудны, даже по сравнению, возможно, с классическим периодом холодной войны. Дело в том, что на фоне конфликтов, которые существуют на постсоветском пространстве, на фоне трудной судьбы наследия Советского Союза, растут антироссийские настроения в составе, например, украинской диаспоры в Канаде, которая насчитывает 1 300 000 человек. Это одна из самых значительных. А категории граждан, которые голосуют, из-за этих голоса борются канадские политики. Хотя диаспор это состоит большая часть из тех, кто, собственно говоря, является потомками первой волны после Первой мировой войны. Мы с этим должны считаться. Я думаю, что в руках вашего поколения использование новых инструментов взаимодействия со странами, которые не будут являться исключительно государственными. А вот академические контакты, научные контакты – это один из самых действенных инструментов на сегодняшний день. Они не прерывались, и они не будут прерываться никогда. Даже на фоне нашей Российской Ассоциации Изучения Канады, которая является членом Международного Совета Канадских Исследований и контактирует с 200 странами, центрами по всему миру, которые поддерживают эти связи, не прекращают. Поэтому у нас впереди очень много задач диверсифицировать взаимоотношения между странами. Не только осуществлять их по линии дипломатических каналов, государственных, но по линии экономических, которые затруднены сегодня, но и личных, научных, исследовательских и культурных. — Спасибо большое, Татьяна Руслановна. Время у нас катастрофически уходит, и все-таки хотелось бы очень кратко затронуть вопрос современных международных отношений. И вот, коллеги, мы с вами проследили этап исторического сближения во Второй мировой войне, увидели этап явной конфронтации эпохи Холодной войны, классической, как мы уже поняли сегодня, Холодной войны. Ну вот, к сожалению, мы сегодня присутствуем в новом витке обострения международной напряженности. Мы говорим о какой-то новой форме Холодной войны. И вот, коллеги, если возможно, поделитесь своими рассуждениями кратко, как все-таки преодолеть этот кризис. Вот, может быть, действительно, как мы говорили, Валерий Николаевич сказал, что был общий враг, фашизм. Чтобы его победить, мы объединились. Ну, сейчас вот есть общий враг терроризма. Может быть, на этой почве сблизимся. Как вы думаете? — Знаете, я вам скажу, после терактов 11 сентября была такая надежда, что, так сказать, борьба с терроризмом, а Соединенным Штатам Америки, я вам скажу, удалось тогда сколотить мощную антитеррористическую коалицию. И мы туда тоже входили. Так вот, у тогдашнего российского руководства была надежда, что это действительно станет враг, равноценный фашизму. И что это сблизит наши страны. Все проблемы, которые есть между ними, уйдут куда-то на второй план. На первый план выйдет война с террором. И здесь-то, в общем, и США, и Россия покажут действительно образцы сотрудничества и даже союзничества. Но этого не случилось. Этого не случилось. И не случилось по одной причине. Вы помните, тогда президентом Соединенных Штатов Америки был Джордж Буш-младший. Так вот, его администрация не сразу, правда, но довольно быстро вмонтировала в войну с террором национальный интерес США. используя войну с террором для расширения сферы своего влияния. На территории Ближнего Востока, в Афганистане, на территории Ирака. И это вызывало ропот. Не только со стороны России, недовольства какое-то, но со стороны даже и западноевропейских союзников Соединенных Штатов Америки. То есть, вот видите, эта проблема не стала. Что еще нужно такое, такая, какая такая смертельная угроза нужна для того, чтобы были союзнические отношения? А потом, зачем такая цена для того, чтобы просто были союзнические отношения с США, чтобы была какая-то угроза и чтобы это нас объединило? Это тоже такой, знаете, вопрос, на который ответить не так-то просто. Не так-то просто. Поэтому я считаю, что, конечно, говорить о союзнических отношениях с Соединенными Штатами Америки это нереалистично и вряд ли стоит это делать. Говорить о какой-то дружбе тоже не надо. А вот об установлении какого-то такого конструктивного взаимодействия на прагматичной взаимовыгодной основе это реально. Но более реально все-таки установить механизм координации конфронтации. Пока что реальность такова. Понимаете? Если это удастся сделать, то этот механизм может перерасти уже в более плотное взаимодействие по другим вопросам. Вот посмотрите, сколько ведь говорилось о том, что Сирия. В Сирии нужно взаимодействовать. И вроде бы договаривались, да? Но во что выливается Сирия? Наоборот, в поле битвы между Соединенными Штатами Америки и Россией. Обстрелы, запуски ракет в условиях, когда сирийская армия минимальная, а там советские, прошу прощения, российские советники и офицеры, и они принимают на себя вот всю эту сложную обстановку. Это все очень опасно. Поэтому вот сейчас в повестке дня нужно продвигать идею создания механизма координации вот этой конфронтации. Вести переговоры, вести диалог, не допускать того, чтобы российская и американская стороны бойкотировали этот диалог. Понимаете, лучше плохой разговор, чем отсутствие его. Большое спасибо, Виктор Борисович. Поделись, может быть, по санкциям проблема очень острая, как с ними-то? Действительно, санкции имеют весьма негативные последствия для нашей экономики, надо это признать. И было бы просто неверно отрицать это влияние, как порой бывает, что нам санкции не страшны, нам все ни почем. Это не так. Это не так. Но важно помнить о том, что на самом деле ухудшение отношений между нашими странами началось действительно до введения вот такого массированного пакета акций. Началось оно тогда, когда Россия заявила о том, что напротив такого глобального американского доминирования в мире. когда Россия начала говорить о своих национальных интересах, которые могут быть не вполне не соответствовать американским интересам. То есть это берет начало, я бы сказал, в начале 2000-х годов, еще далеко до 2014-го года. Конечно, события на Украине, конечно, они внесли свой серьезный вклад в санкционные меры со стороны США и других стран. Это сложная проблема, надо прямо об этом сказать. Здесь надо искать всем участникам этого процесса пути для поиска каких-то компромиссов. Заинтересованы ли мы в нормальных, по крайней мере, экономических отношениях США? Безусловно, заинтересованы. Надо помнить о том, что Соединенные Штаты наиболее развитая технологическом отношении страна мира. Есть многие технологии, которые есть только в Соединенных Штатах, которые больше нигде мы, например, приобрести не можем. Поэтому мы были бы весьма заинтересованы получить доступ к этим технологиям для модернизации нашей экономики. Это главная цель нашей внутренней экономической политики. Но повторяю, дело не только в нашем желании. Дело в том, что Соединенные Штаты порой ведут себя совершенно бесцеремонно по отношению к интересам других стран. Одну цифру могу еще вам дополнительно привести. Посмотрите, одна страна, Соединенные Штаты, тратит на вооружение 40% от всех мировых расходов на вооружение. Одна страна, а доля США в мировом ВВП примерно 24-25%, а на вооружение тратят 40%. Вот как? Как можно эту цифру характеризовать? Конечно, такой вот совершенно безумной милитаризацией американской экономики и стремлением к глобальному доминированию. Естественно, что и Россия, и другие страны, Китай в частности, которые становятся реальным, серьезным конкурентом США, выражают свое недовольство такой политикой Соединенных Штатов. Поэтому надо честно и откровенно говорить о наших интересах, но одновременно искать пути для преодоления тех противоречий, которые имеются. Большое спасибо, Виктор Борисович. Тяна Руслановна, тоже поделитесь своими взглядами. Может, Канада какую-то роль сможет сыграть в нормализации обстановки? Вот ваш взгляд. Канада, вероятно, сможет, потому что у этой страны сложилась весьма позитивная образ какая-то политика во внешнем мире. Канада всегда стояла на основе миротворчества, мультикультурализма и, возможно, использовать этот бренд Канады, хотя в последнее время они пытаются отойти от этого. Но есть один очень большой и важный аспект, где возможно сотрудничество, где оно не прекращалось в принципе по большому счету. Мы две самых больших арктических державы. Для России вы, вероятно, знаете, Арктика является одним из приоритетных направлений развития страны на ближайшие десятилетия. Там и богатство, и северный морской путь, в который готовы вкладываться даже не арктические державы, такие, как Китай, который позавчера заявил о своем новерении инвестировать в программы с России по освоению этого пути. 40% же канадской территории это Арктика. Естественно, возможно, Канада нуждается в данном аспекте, в технологиях, которыми располагает Россия. Они так и не сумели, невзирая на все намерения построить ни одного ледокола арктического, у них нет ни одной постоянной арктической станции метеоотслеживания в этих регионах, не говоря уже о весьма ограниченных военных силах в Арктике. Зато у них большие успехи по поддержке коренного населения арктических регионов, они даже создали отдельные территории, как Навуд для коренного эскимосского инуитского населения Канады. И до 98-го года у них существовала программа оказания содействия и поддержки народов Крайнего Севера России. Хотя должна отметить, что на последнем заседании Арктического Совета, который состоялся в Архангельске уже более года назад, Канада была представлена возможно самой слабой делегацией, в то время как другие арктические страны, даже Норвегия, прислали первых делегаций, возглавляемые первыми лицами государства. Но тем не менее, вот это та сфера, где мы не можем отказаться от сотрудничества на сегодняшний момент. Это один из глобальных вопросов, вероятно, ключевой вопрос глобальной проблемы и угрозы, которые могут быть решены только совместными усилиями, даже невзирая на все политические препоны сегодняшнего дня. Большое спасибо, Татьяна Руслановна. Ну вот, коллеги, мы с вами услышали резюме наших экспертов, специалистов по текущей ситуации. К сожалению, нужно признать, что выводы скорее печальные, чем радостные. Но будем надеяться, что разум возобладает, не произойдет каких-то чрезвычайных катаклизмов. Все-таки нужно верить в руководство наших стран, в разум, еще раз говорю. И я знаю, что у нас, конечно, сегодня огромный интерес у студентов, что они готовы и общаться, и долго, но у нас сегодня у наших экспертов огромная программа и общественная, и научная. Я думаю, мы должны их поблагодарить за очень... Пожалуйста, Вы знаете, вот наш институт США и Канады, может быть, я это должен в самом начале был сказать, он существует больше 50 лет. И научные сотрудники, которые работают в этом институте, кто-то несколько десятилетий, Виктор Борисович уже сколько? Давно? Он уже не говорит. Кто-то молодые специалисты пришли, но в целом институт, который был создан академиком Георгием Аркадьевичем Арбатовым. Очень долгое время директором являлся Сергей Михайлович Рогов, а сейчас он научный руководитель института. Так вот, институт всегда был нацелен на то, чтобы искать, ну, во-первых, на то, чтобы исследовать политику Соединенных Штатов Америки, но вместе с тем и искать поля сотрудничества, соприкосновения интересов. Ни в коем случае не конфронтация. А если конфронтация, то искать причины этой конфронтации и способы выхода из нее. Я вам сразу скажу, что это не так, не такое-то, не такое простое занятие. Понимаете, сказать о том, что, да, две страны должны жить и строить отношения друг с другом иначе, это просто. Но как это все делать, с чего начать и с кем разговаривать и где найти партнеров, которые могли быть восприимчивы к поиску компромисса, вот это-то как раз, в этом-то большая сложность. И здесь задачи не только наши, но сюда вовлечены внешнеполитическое ведомство России, другие ученые, которые работают в разных учреждениях. Я знаю, что в вашем университете изучается американистика, история, экономика и другие аспекты, связанные с историей этой страны. Так что каждый из вас может нести свой вклад, вот изучая эту страну. США это очень интересная страна, она очень непростая, она, есть такое понятие американская исключительность. И это реальное понятие, оно существует, и оно никуда не денется. Так вот, надо изучать эту американскую исключительность, в чем она все-таки состоит, есть ли она на самом деле, и исчезает она или не исчезает под влиянием изменения этнического состава американского общества. Ну, в общем говоря, вот это то, чем занимается наш институт, и, я думаю, и последующие десятилетия в меру своих усилий мы будем вносить вклад в то, чтобы отношения между Россией и США не были такими, какими они есть в настоящий момент, чтобы они были более конструктивными, чтобы они были, чтобы между странами был диалог. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Давайте поблагодарим наших уважаемых экспертов. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова